На мой взгляд, философия восточного медленоборства заключается в воспитании духа. С каждым приходом, отивая кимоно, нет никакой разницы, сколько лет ты занимаешься, новичок или профи. Все равно тренировка начинается с беззарядки. Меня зовут Арман, я выиграл русское лото миллион рублей. Познакомились мы с президентом Международной Федерации Армении по фулл контакт карате. Президент Горварданян, подружились. Я могу сказать, что он очень порядочный, дружелюбный, честный человек, хороший друг. Конечно, да, порадовалось. Сначала, что он приезжает, это с вами играми, а второй, что он выиграет. Я родом из маленького города, город называется Каджиран. До седьмого класса я жил в Каджиране, а потом переселился в Ереван. Я мастер спорт Армении по тяжелой атлетике, многократный чемпион Армении. После 2004 года я переселился в Москву и живу до сих пор в Москве. И Москва стала для меня родным городом. Те дни, когда я прилетаю в Армению, невозможно в двух словах это рассказать. Здесь есть переулки, также какие-то здания, которые напоминают мне мою юность. Много чего изменилось, но только, можно сказать, одно осталось. Это дух, это то воплощение, которое я сейчас чувствую, не могу словами передать. На данной улице помню, как была и первая любовь, и первый поцелуй, первый цветок, который я подарил девушке. Я предлагаю сейчас пойти в такое место, где можно в одном уютном пространстве увидеть всю армянскую духовную силу. Все те воспоминания моего детства. Армянский народ, на мой взгляд, загадочный народ. Эту загадку никто не может разгадать. Я люблю эти грустные глаза, где там можно все прочитать. Маленькие дети были, подходили, бабушка постоянно вот новый лаваш, головку сыра ставит около тандыра. Нам интересно было бы, как бы, последний эффект увидеть. Кстати говоря, я тоже попробую. Вот именно запах настоящего лаваша из тандыра, оно отдается от древесины. Еще когда плохой человек подошел к тонеру, огонь становится очень ярким, он говорит. Этот человек плохой, бабушка говорит. Сейчас ваш огонь хорошо, там сильно не греет. Лаваш не надо ножом резать, надо его просто вот так руками отломить. Берем сыр в равных таких дольничках, ну и разновидности всех зелень, которые у нас присутствуют. Приятного аппетита! Армения именно вот разукрашена цветами радуги. Просто каждый человек выбирает свой цвет, какой цвет ему повышен. Это церковь с одной стороны, но с другой стороны это как подземное ущелье, где святого Григория Просветителя заточили в 13 целых лет. Билет подарил мне мой отец. Так как он давний игрок, постоянно он пробовал и свою судьбу, и в Армении также он играл. Я не буду ошибаться, но где-то с 30 лет он играет. Невозможно описать, какую радость или какое ощущение это я не чувствовал в данный момент, но было очень приятно. На следующий день после выигрыша все родные пошли и начали покупать. Родной дядя, мамин брат младший, он, если не ошибаюсь, две пачки купил сразу. Такой ажиотаж пошел. Выигрыш помог приобрести квартиру в Москве. Обновляем мебель. Вот начали с кухни. Было приобретено кухонный гарнитур, техника. Потихонечку устанавливаем. Я рад, что данная сумма была потрачена именно по надобности. Каждый из нас должен верить, что удача в один день прекрасный день, как бы ей постучится и мудрит. И надо быть дома в этот момент. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!